Создание новых рабочих мест и поддержка молодых предпринимателей, повышение зарплат, пенсии и пособий. Уходящий год запомнится множеством изменений в социальной сфере. Впервые в стране до полутора лет продлены выплаты по уходу за ребенком. На порядок выросли пособия по потере кормильца и утрате трудоспособности. Все это в конечном итоге должно отразиться на жизни каждого казахстанца, считают эксперты. Подробнее в следующем материале. Найти работу без опыта и трудового стажа задача не из легких. Для этого в стране реализуются госпрограммы «Первое рабочее место» и «Молодежная практика». Они предоставляют возможность трудоустройства выпускникам вузов и колледжей, а также безработной молодежи из категории НИТ. Только в столице для них доступны порядка тысячи вакансий. Даужан Жантари один из тех, кто решил воспользоваться этой возможностью. Юноша планирует связать свою жизнь с госслужбой. Конечно, было трудно, было тяжело, заняло очень много провокания. То есть дисциплина, постоянная работа над собой, работа с коллективом, общение. Очень важные сыграли скиллы, которые я приобретал за всю свою жизнь. Также запущена программа по трудоустройству представителей старшего поколения. В каждом регионе созданы локальные карты занятости. Все это позволило обеспечить работой свыше 900 тысяч человек, в том числе в рамках реализации нацпроектов и создания новых рабочих мест. Кроме того, свыше 350 тысяч человек трудоустроены благодаря инициативе главы государства 100 рабочих мест на 10 тысяч жителей. Создаются условия для развития бизнеса. Свыше 9 тысяч казахстанцев получили гранты на реализацию стартапов. Кроме того, предоставляются льготные микрокредиты для молодежи. Одобрения уже получили 5,5 тысяч проектов на общую сумму больше 25 миллиардов тенге. Вместе с тем проводится работа по повышению зарплат. В первую очередь это коснулось работников сферы гражданской защиты, медицины, образования, экологии и обороны. Если посмотрим за последние 2-3 года, значит уровень минимальной заработной платы практически удвоился. Конечно, всегда любой гражданин хочет, чтобы уровень минимальной заработной платы, черта бедности и уровень пенсии был намного выше. Но для этого необходимо нам прежде всего развивать нашу экономику, образование и науку. Тогда все будет совсем по-другому. При этом в стране не только создаются возможности для развития, но и выполняются социальные обязательства по поддержке уязвимых слоев населения. Предусмотрены свыше 40 видов соцвыплат. В этом году на эти цели выделили более 4,5 триллионов тенге. Это позволило обеспечить рост всех видов пособий. К примеру, выплаты лицам с инвалидностью увеличились почти на 15%. Более полумиллиона человек стали получателями АСП. До полутора лет продлены выплаты по уходу за ребенком. В рамках реализации поручений главы государства и социального кодекса с 1 июля дополнительно повышен ряд пособий на 14,5%. Также на 14,5% произведено повышение размеров социальных выплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, выплачиваемых из Государственного фонда социального страхования. Кроме того, в текущем году внедрили цифровую карту семьи, которая позволяет получать госуслуги в проактивном формате. Сервисом уже воспользовались около 800 тысяч человек. Также в планах ведомства дальнейшая цифровизация социально-трудовой сферы для облегчения доступа населения к госуслугам. Алина Боржанова, Азамат Саметов, Хабар.